Террариум игуаны-фени украсили новогодними игрушками. И хотя в Самарском зоопарке рептилий много, его сотрудники решили, что именно у фени самый драконистый вид. Ну, наверное, больше всего на мифических драконов походят рептилии, и больше из них это ящерицы различные и крокодилы. Игуаны — это крупные ящерицы. Могут вырастать до двух метров в длину, правда, большая часть — это хвост. И хотя игуаны имеют довольно устрашающий вид, отростки, шипы, гребень, питаются они растительной пищей. В рационе фени — фрукты, ягоды, овощи и листья. Характером обладает нордическим, и с соседом по террариуму красноногой черепахой по имени Уголек живут дружно. Но вот прежде чем решиться завести игуану дома, стоит оценить все риски. Ящерица все-таки крупные вырастает, места, соответственно, занимать будет много, кушает много, в туалет, соответственно, ходит тоже немало. И в целом нрав-то у этой ящерицы спокойный, но она может быть пугливой. Когти у нее достаточно мощные вырастают, и не специально, неосознанно она может очень так хорошо поцарапать своими когтями, ну и прикусить. Хотя зубки очень маленькие и мелкие. Есть свои драконы и в Самарском ботаническом саду, деревья драцены. В переводе с греческого это означает «самка дракона». В коллекции ботанического сада их несколько видов. Самый, наверное, красивый экземпляр нашей коллекции – это драцена дракона. Она у нас над головой. Ну, настоящее драконного дерево. Драцена дракона является символом Канарских островов. В естественной природе она осталась всего лишь на нескольких островах этого архипелага. В простонародье драцену называют «дерево дракона», «кровь дракона». С этими деревьями связано множество мифов и легенд. На острове Сокотра жил дракон. Этот дракон бесчинствовал, обижал слонов, питался их кровью. И вот в какой-то момент он напал на взрослого пожилого слона, но не рассчитал свои силы. И слон завалил его, растоптал его. А на месте, где вот произошла эта бойня, из крови дракона выросли деревья. Такие же огромные и красивые, как драконы. Эти деревья назвали драценами. В странах Латинской Америки драцену называют «дерево любви и счастья». Там тоже есть красивая легенда. Юноша из простой семьи полюбил дочь жреца. Тот воткнул в землю сухую палку и сказал, что выдаст дочь замуж, если в течение пяти дней на ветке появится хотя бы один листик. Если нет, юношу принесут в жертву. В итоге на пятый день палка превратилась в красивое дерево. С тех пор в Латинской Америке принято дарить драцены друг другу. Считается, что чем лучше она растет, тем сильнее любовь.